Так, ну что, ребят, всем привет, ролик по поводу плавного нас ведущий аналитик выявил скрытую бычью дивергенцию, прогнозирует рост XRP в 360 раз до, получается, 200 баксов, как вы понимаете, вот, ну и по факту, естественно, это у нас какой-то Джаван Маркс, ну почти как Карл Маркс, да, который у нас прогнозировал то, что у нас будет бычья дивергенция, и после этого мы взлетим и повторим историю 17-го года, и также вымпел, катушка там, да, хьюшка, ну как там, скотч от Илана Маска, ну короче, не важно. Ребят, вы уже наверняка слышали о все новых появляющихся технологиях в мире криптовалют, которые открывают уникальные возможности для заработка. Таких возможностей, правда, очень много, но мало кто решает вникнуть в суть новых разработок, что дает отличные перспективы и возможности для заработка. Один из проектов, дающий такие уникальные возможности, а именно высокую прибыль в автоматическом режиме, это Arbitz.io. Данный проект основан на криптоарбитраже и зарабатывает он за счет разницы в курсах криптовалют на криптобиржах, совершая сделки полностью в автоматическом режиме. Сейчас проект стал доступен для массового пользования, где каждый человек может вложить свои средства в данный автоматизированный механизм, который 24 на 7 будет работать с вашими средствами, принося прибыль инвестор. Мне данная технология очень нравится, собственно, поэтому я лично проверил всю ее работоспособность, вложил личных 7000 долларов и мой вклад вырос до 32000 долларов за пару недель. И могу с ответственностью заявить, что проект достоин вашего внимания. Вот вывод средств и дивидендов доступен моментально в один клик. Рекомендую ознакомиться с проектом, ссылка в описании под роликом. Это действительно отличная возможность для заработка. И высокая целевая цена в 200 баксов и по факту продолжают прогнозировать эту цену и тогда говорят, что прирост XRP был в 2017 году где-то 1110 раз. Вот, ну а на данном этапе примерно может в 360 раз вполне разумно. Ну, если это будет, это будет замечательно, но опять же таки немногие до этого дохолдят, самый прикол. Далее у нас Дэвид Шварц обсуждает roadmap, то есть дорожную карту IPLA в интеграции крупнейших учреждений в сфере DeFi. Вот, и как вы понимаете, это обсуждается на конференции Consensus, которая проходит у нас, получается, не помню где, но, короче, где-то проходит. Вот, ну и, конечно, что касается регулирования, пока что активы будут проходить строгие процессы KVC и IML, как вы понимаете. Ну и, в принципе, естественно, анонимности никакой не будет. Ну и следующая новость, то что у нас DogiCoin под огнем находится, поскольку генеральный директор IPLA ставит под сомнение его ценность для криптоиндустрии. И он сказал, что не уверен, что Dogi это хеш вот для криптовалюты. И, в принципе, на данном этапе, ну, как бы не думаю, что вообще принесет пользу индустрии, так она и не приносит пользу. Ну, я не знаю, какого варианта использования. Ну, я думаю, специально его сейчас хейтит, и основатель DogiCoin не согласен при этом. Ну, и как вы понимаете, что в январе на всемирном экономическом форуме у нас Gardenhouse пренебрежительно отозвался о монетах-мемах, особенно выделив Dogi как образец проекта, да, ну, по сути, это решиву к этому можно отнести. Ну, и утверждал, что Bitcoin и Dogi идентичны с той единственной разницей, да, что их разные тикеры, да, это говорит у нас соучредитель DogiCoin, ну, и по факту Dogi у нас в настоящее время уступает эксакрицифровому активу. Ну, по факту, какая разница, кто там кому уступает на строчке CoinMarketCap, а я считаю, разницы не имеет. Далее, получается, у нас Gardenhouse объясняет, почему Ripple легче перевести свой StableCoin в 1 доллар, чем USDC. Ну, и как вы понимаете, что почему к доллару, сказал, что я очень оптимистичен в отношении того, что у StableCoin есть большая доля рынка, ожидается значительный рост предстоящего Stable, поэтому он взволнован, вот. Ну, и, получается, токен получит значительную долю всего рынка, и стабильная монета, получается, повышает USDC и USDT, помните, когда USDC отключился, да, ну, то есть, как вы понимаете, получил отвязку, вот, и получается так же, потому что Circle до этого не делает, имея большой бананс, бананс, да, Binance, вот, баланс, и Ripple у нас 20-30 миллиардов долларов США, ну, вот. Ну, и, по сути, USDC потерял отвязку в марте 23-го года, как и DAI, они связаны, я напоминаю, и Silicon Valley Bank там еще держал, который скоманул, вот. Ну, и Ripple более сильный запас, чем у Circle, ну, и по факту говорит, что пиже даже будет StableCoin, чем USDC и USDT вместе взяты, я так понимаю. Далее у нас говорит, что Байден должен избавиться от председателя Сергея Генслера, типа, уволить его, если он серьезно относится к криптовалюте, ну, и, как вы понимаете, это тоже специальные такие новости, чтобы продвигать Ripple. Да, июньский памп для XRP, будет ли он, история может ценно раскрыть все, и, как вы понимаете, что может история повториться по поводу того, что XRP может пампануться, и обычно он, там, июнь-июль начинал стартовать, что в 2021 году, что, соответственно, в предыдущих циклах, поэтому можете это тоже пронаблюдать, будет ли в этот раз. Точно так же это все покажет время. Ну, и генеральный директор у нас, получается, естественно, раскатиковал Доги, но, как вы понимаете, Доги специально сейчас хейтит, чтобы толпа не закупала и переливалась в другие монеты. По поводу XRP Hellscare, как видим, он не падает. По поводу доминации того же Ripple и Stellar, как видим, она тоже удерживается, поэтому ничего страшного не произошло. Stellar и XRP немного откатили, но, в принципе, видите, дно они не обновляют и никуда не падают. Если же глянуть по поводу остальных монеток, давайте посмотрим, тот же Sologenic удерживается, то есть пока еще можно взять Sandberg тот же самый, тоже можно прикупить, если вы этого еще не сделали. Ну, и по поводу Flare, то же самое, видите, цена удерживается. XDC давайте глянем, тот же самый, видите, уже восстанавливается двухдневный отскок. Кто смотрит меня с 20-го, с 25-го года, тот знает, что это такое. Это обычная формация, даже трехдневная уже здесь. Ну, и зеленые камыши жопу защекочут, да, и ты себе позволишь все, что ты захочешь. Поэтому на данном этапе уже идет восстановление, никто там ничего не укатывает. Ну, а по поводу остальных там CBDC монет, абсолютно онологичная ситуация, поэтому никто там, ну, не собирается обновлять лаи, дампить слишком сильно. Поэтому не парьтесь, все будет отлично. И я считаю, что в долгосрочной перспективе, естественно, монеты все отрастут. Не надо за это переживать, не надо раптать, что называется, да. Ну, и, в принципе, понимаете, что в долгосроке монетки, стоячки рынка, они тоже себя проявят. Поэтому те, кто в них не верит, это очень даже хорошо. Я напоминаю, что у того же Bulkadota партнерства со Stellar, вот. И, как вы понимаете, тот же алгоритм делал, получается, валюту для Австралии, то есть австралийский доллар. Вот, поэтому это тоже все не случайно. Тот же ETH, это CBDC, та же Solana, CBDC, тот же BNB, это CBDC. Поэтому вот эти все монеты, они точно будут расти. И, поэтому, не переживайте, холдим, держим, удерживаем данные монеты. Понимаем, что все будет отлично. И в долгосрочной перспективе Zen, по-моему, тоже CBDC, так как она входит в сектор Вей, уже она, видите, здесь отскочила одна, где-то процентов 30-40 она показала. Поэтому не переживайте, тоже все будет расти. Поэтому надо иметь терпение, чтобы этого дождаться. Поэтому я вообще не парюсь на этот счет. Будем посмотреть, что называется, наблюдаем. Ну и понимаем, что вот, кстати, XRP Classic тоже еще не падает. Также еще есть XRP Pay. XRP Pay тоже тут по желанию можете купить, если хотите. Ну и также еще есть такая монета Xahao, тоже она относится к CBDC. Но пока что торгуется только на бирже B2, к сожалению. Поэтому, ну, тут уже выбор за вами. Думайте сами, решайте сами. Ну и по поводу доги. Я уже тоже неоднократно показывал, что данная монета себя проявит. И вот эти вот треугольники, которые она сформировала уже 3 раза подряд, я думаю, после этого она тоже очень сильно может ебануть. И если покажет такие же примерно проценты, то она может достигнуть вплоть до, если будет расти, ну, получается, в 4 раза больше XRP показывает, то, смотрите, она может показать около 100. Проект, основанный на криптоарбитах GEP, которым каждый может использовать предоставляемые им возможности зарабатывать очень хорошие прибыли. Это Arbit.io. Я лично вложил уже 7000 долларов. Проект работает на высоте и дает отличные плоды. Ссылка на Arbit.io в описании под роликом. 20 долларов, чтобы вы понимали. Поэтому это специально льют под новости, что по поводу Shiba, что по поводу Doggy, чтобы их сейчас раньше времени сливали. Хотя они даже перехай еще не сделали. Поэтому наблюдаем, смотрим за рынком, понимаем, что начало только по многим монетам, поэтому еще ничего не началось и все еще впереди. И, кстати, еще финальная монета из CBDC. Это у нас Chain Ring. Вот поэтому тоже, которая уже продолжает расти. Всем удачи и всем пока.